Традиционно в весенний-летний период Самару готовят к будущему отопительному сезону. Проводят гидравлические испытания и проверяют теплосети, чтобы устранить все недочеты, скопившиеся за зиму. В этом году самая масштабная подготовительная работа проходит в Куйбышевском районе. Здесь городским службам предстоит не только перевооружение теплотрасс, но и возведение новых источников подачи горячей воды. Как сейчас в этой части Самары идет подготовка к зиме, проверили глава города Елена Лапушкина и первый вице-мэр Владимир Василенко. Сегодня мой объезд посвящен подготовке к отопительному сезону. В связи с тем, что самый большой объем работы будет проводиться именно в Куйбышевском районе, с него я и начала свой объезд. Объем работ предстоит большой. Это тяжелые технологические работы, это большая протяженность сетей, это серьезные и перекладки, и переоборудование. Ранее городские власти вместе с ресурсоснабжающей компанией приняли решение, что в этом году в Куйбышевском районе появятся две новые котельные. Одна из них большая, на пересечении улиц Грозненская и Пугачевский тракт. Вторая компактная, меньшей мощности. Она будет питать оставшуюся часть района, а также частный жилой массив по улицам Ржевской, Эльтонской и Восстания. Эту котельную мощностью в полтора мегаватта возведут за железнодорожным переездом. Как отметил специалист Департамента городского хозяйства и экологии, сейчас заключили необходимые муниципальные контракты на строительство обеих котельных. В распоряжение поступило все необходимое оборудование. Начнется отопительный сезон на действующих котельных, однако сразу после ввода в эксплуатацию построенных объектов произведут переключение на новые теплоисточники. Основная идея – это подключить часть потребителей от котельной «Волга-Бурмаш» на котельную, которую будет отапливать поселок 116-й вместе с 25-м кварталом. А потребители, которые остаются за железной дорогой по улице Трубная и Палитонская, они, собственно, переключаются на котельную, которая также выполняется меньшим объемом мощности в текущем году. Десятилетиями часть Куйбышевского района отапливалась от котельных, которые принадлежали ведущим промышленным предприятиям. Сейчас, в новых условиях, эти источники горячего водоснабжения не могут в полную силу обеспечить жителей многоквартирных домов. Как отметил глава района Алексей Коробков, из-за этого у потребителей возникало множество вопросов, связанных с качеством и надежностью существующей системы теплоснабжения. Проходили технологические сбои из-за изношенности теплотрасс. То, чего действительно так долго ждали наши жители, наконец-то это решается, решается системно, решается с привлечением огромных средств в том числе. И, ну, просто для района это крайне важная вообще, скажем так, победа будет, когда мы полностью вопрос с обеспечением надежности теплоснабжения решим. Сейчас по всей Самаре активно перевооружают теплотрассы и готовят систему к предстоящим холодам. В этом году в городе обновят 12 участков тепловых сетей, в том числе по улицам Рабочей, Ташкентской, Металистов и Молодогвардейской. Как подчеркнула Елена Лапушкина, подрядчикам предстоит выполнить колоссальный объем работ. При этом значительную часть суммы, выделенную на подготовку города к зиме, осваивают именно в Куйбышевском районе. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.